хоба привет с вами доктор влад какие новости у нас хмура 19 градусов ну так вообще нормально так мне больше нравится чем жара жара надоело генерал свр передал в хсб данные о гос измене сафронова оказывается какой-то генерал службы внешней разведки фамилия не называется сафронов резко похудел за неделю пребывания в сизо рефортов потерял 5 килограммов его арестовали и гостайна якобы он ну знаете эту историю главное что это все из службы внешней разведки ну значит там тоже идиотов полно путин заявил что глубина вызван вызванного пандемии кризиса в россии оказалось очень серьезно но это он готовит да и сейчас будут новые какие-то следствия какие-то следствия да названы возможные сроки появления препарата от коронавируса в аптеках россии авифавир да он же не годен ёлка ламане о ожидают одобрение аптечного применения препарата от минздрава у препарата есть противопоказания поэтому его будут продавать по рецепту врача например авифавир нельзя принимать беременным и женщинам которые намерены забеременеть вот тебе и на тебе значит всем молодым нельзя а почему глава фонда добавил что врачи будут проговаривать с пациентами нежелательность планирования семьи во время приема препарата ничего себе ухты ёлы по ухты его даже на экспорт в белоруссию но тоже чтобы население не поднималась до колумбия мексика перу и болгария вот болгария решил закупить белоруссия снова купила нефть у сша до 2 партия должна прийти в августе и подножка подножка путину россиянам назвали ошибочный симптом гастрита интересно ребят вот голодные боли да это обычно считают что симптом гастрита на самом деле это уже у вас язва так что не доводите до голодных боль носите с собой бутерброд что какой-нибудь так как то так звезда реальных пацанов рассказала жестоких избиениях мужем наркоманом какая-то актриса мария фидун кив фидун кив какая странная фамилия ли так они написали известные пароли мама колянов сериале реальные пацаны рассказал жестоких избиениях мужем наркоманом ничего себе я его любила сотрясение было перелом ноги был вот я этого не понимаю любимый курорт богачи открылся для россиян с большими скидками без ограничения это чего-чего что-то не доберусь а мальдивы мальдивы ребят вы интересно да крым открывается там страшные цены а мальдивы открываются там большие скидки вот чувствуете разницу да в россии профессия врача стала самой востребованы во время эпидемии лидеры врачи грузчики интересно трупу что ли грузить почему-то грузчики третье место программисты разработчики программного обеспечения водители директора по продуктам чё ж такое директор по продуктам не представляю себе такой профессии сварщики бухгалтеры экономисты труп посчитать уборщицы ну тут вообще все понятно администраторы всю вот эту муйню администрировать так в россии завершился военный призыв весенний здрасте ваша тетя 16 июля только завершили да но из-за пандемии в этом году сроки сдвинулись поезда и самолеты дезинфицировали спиртом да но до выделили на это миллион тонн спирта а призывники сдавали тесты на коронавирус так что тут комментировать российскую вакцину от коронавируса протестируют на ближнем востоке искали искали дураков по всему миру и нашли на ближнем востоке но в какой стране то просто ближний восток но близко когда восток но близко а бы чё сказать болтон допустил встречу трампа и ким чен и на перед выборами в сша два толстяка и заяц по словам болтона встреча трампа ким чен и на может стать октябрьским сюрпризом в кавычках событием который произойдет перед выборами президента сша и может на них повлиять но есть такое выражение октябрьский сюрприз и чего они там вову вову не забудьте вову так как приготовить раствор который спасет жизнь при любых отравлениях ребят вы интересно да ну вообще в медицине медицине это известно вот она предлагает дома готовить до при сильных электролитных расстройствах когда организм теряет много воды натрия хлора могут развиться слабость и головокружение и судороги главное восполнить уровень жизнь жидкости в организме и вот эти вот соли до натрий хлор 6 чайных ложек сахара без горки пол чайной ложки соли на литр воды этот способ спасать жизни при любых отравлениях особенно у детей пить литра два за пару часов как-то страну литр в час на а ну да два часа пить и далее восполнять по мере потери жидкости дело в том что при очень многих отравлениях вот когда понос рвота организм может не выдержать именно обезвоживание не само по себе отравление обезвоживание вот так вот ребята да это хорошо ну да вот тут раствор для регидратации можно купить любой аптеке но можно и самому сделать понятно да ученый предупредил о последствиях вечной жизни для человечества какой-то ученый фазоил от аулаханов в университете пенсильвании технически задача очень сложные но бессмертие да но никаких препятствий нет которые нельзя было бы обойти на земле существует масса организмов которые не умирают например есть множество простых кишечно-полосных трубочек которые состоят всего из нескольких сотен простейших клеток и существуют до тех пор пока их нибудь не съест ну вот можно в человеке в человеческом организме тоже самое можно сделать так теоретически но он считает что бессмертие плохая идея лично я категорически против работ в этом направлении дело в том что по его мнению бессмертие останавливает эволюцию а значит мир будет навсегда нас заселен одними и теми же людьми среди которых не родится новый лон маска или основатель google странно ну и пускай рожают просто мир будет все больше и больше становиться ну чё-то я я чё-то не согласен или не так перевели ребята хотите жить вечно вот обращайтесь да фазаил ату аллаханов так мозг уль суд оставил под арестом губернатора хабарского края фургала оставили да это просили да чтобы сделать ему домашний какой-нибудь но нет так в тюрьме и оставили значит он так так насолил путину выбравший суррогатную мать для пугачёва и галкина задержан за торговлю детьми помните в прошлом ролике говорил задержали до европейский центр суррогатного материнства и вот ее генеральный директор и владислав мельников который в частности выбирал суррогатную мать для певицы аллы пугачевой и артиста максима галкина да он давно не артист он ее муж та 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 интересно ну вот его арестовали да познер описал россию одним словом ой я сразу это я сразу вот одно слово сразу придумал для россии на букву п и на конце там буква c а он как назвал поиск ну тоже на букву п но почему-то поиск не знаю чего там искать у россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир а короче трудности с получением из банков документов о снятии налога с недвижимости то есть они дают залог его можно снять а денежки а денег нету и не дают длительной задержки при возврате им закладных на недвижимость так российского вратаря признали лучшим в нхл это кто такой кто такой андрей василевский где играет там по бэй лайтинг а в тампе во флориде ну молодец молодец так в кремле отреагировали на угрозу сша ввести санкции против российских газопроводов это уже маша там кричала да и вот час уже песков недобросовестная конкуренция ну те же слова до грубое давление на европейский бизнес ну давление но на европейский бизнес а дальше чего не хотят просто не хотят связываться с россией в чем дело дело ивана сафронова ведут 10 следователей фсб нормально чем грозят путешествия за границу 2020 году ну ребят чем грозят да коронавирусом грозят это такая здоровая статья а смысл в том что пандемии да кто бы сомневался еще пять крутых сериалов 2020 года ну я маленько помешан на кино ну просто я вот зачитаю да какой-то мужик нашел так пятерка классных на мой взгляд сериалов которые посмотрел за последнее время загрузка upload жанр фантастика сезонов будет 10 не завершён год 2020 легкий сериал забавным фантастическим сюжетом ну посмотрите уже по официально продлён на второй сезон банды лондона ну понятно о преступном мире лондона интересно интересно достать коротышку так это что такое сериал аж 2017 года я только сейчас его посмотрел офигенный сериал ну надо же так программисты эдакий мини-сериал из мира программистов ну вот ему понравилось тоже детектива нет все преступление его участники сразу показываются зрителю дело тут в причине в обстоятельствах трагедии рассказы из петли ничего название цеда татата татата ну вот еще да что то ну фантастика научная фантастика смотрите министр костин приглашен пригрозил саратовцам возвращением к режиму полного карантина ну ребят вот и саратов тоже и все 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 будет опять полный карантин и еще хуже понятно да площадь пожаров в югре достигла 12 тысяч гектаров ничего пельмени ой-ой-ой 20 лесных пожаров сухие грозы режим мчс в сша за сутки выявили более 66 тысяч новых случаев коронавируса как это плохо да как это плохо как это плохо так twitter о чем у меня twitter twitter опять не открывается тетя роза любовь государству за деньги в россии называют патриотизм а любовь государству без денег называют экстремизмом не перепутайте да точно так минобороны россии сегодня в военном инновационном технополисе эра начался прием заявок на все российские конкурсы научно-исследовательских работ по тематике технологии искусственного интеллекта военного двойного и специального назначения то есть можно допустим сковородка можно яичницу пожарить а можно использовать военных целях до примерно так так опять твитер не работает а здесь у меня чё было теперь понятно откуда показания еще от диабетиках и инсулин зависимых легко получать новые пока любые показания это знаете что такое это розман оказывается у николая мистрюкова на показаниях которого строится обвинение против сергея фургала да вот которого арестовали в хабаровске диагностирована рак он теряет зрение но не лекарств не обезболивающих в сизо ему не дают понятно да вот так вот эти самые сведения насчет фургала выбивались даже очень просто мизулина предложила запретить братья между людьми сменившими пол да это было запретите еще братья между людьми поберевшими потолок поменявшими трубы поклеившими обои и положившими ванной комнате плитку для полной картины вашего старческого маразма и последние ребята обычно я вначале цитирую интересные комментарии но здесь здесь в конце в конце только в конце рита пишет слушаю новости из россии это на моем канале слушаю новости из россии и приходит мысль там остались одни идиоты и это не в переносном смысле а редкие нормальные забились по щелям и трясутся от страха что их найдут и будут щупать за ягодицы ребят ну мне больше даже нечего добавить нечего добавить всего хорошего до завтра с вами доктор глад посмотрим что будет завтра пока